Клевер. Ценнейшая кормовая культура. Как вы помните, растения размножаются при помощи семян. Но сначала должно произойти опыление. У клевера тычинки и пестик спрятаны так глубоко в цветке, что ветру не опылить его. Видите эту узкую трубочку? Она ведет к тому месту, где выделяется нектар. И вот тут-то мы и наблюдаем одно из удивительных взаимосвязей существующих в природе. Коботок шмеля как раз такой длины, как трубочка венчика. Добывая скопившийся в завязи нектар, шмель заодно опыляет и цветки клевера. По существу это бесценный подарок для нас. И в природе таких немало. Помните крылья стрекозы? Ничто не мешает нам собирать подобные факты, а потом разумно и выгодно использовать их. Свою добычу эти симпатичные махнатые существа несут в подземные дома. На первый взгляд здесь суета, а на самом деле образцовый порядок и чистота. Вот выносят из дома погибшую личинку. Наполняют свои восковые бочонки кормом для будущих шмеляк. Только бы не надумало поселиться в уютной норке мышь или какой-нибудь другой мелкий грызун. Но сегодня не мыши основная опасность для шмелей. Массовая распашка земель, а главное использование всевозможных ядохимикатов резко сократили шмелиное братство. Уникальные опылители клевера уже давно записаны в Красную книгу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok